приветствую дорогие друзья самое время начать нам с вами записывать новую программу в 2022 году записываю я это в понедельник выйдет во вторник как обычно утром не будем нарушать традиции хочу сразу всех поздравить с прошедшим новым годом с грядущим рождеством на рождество конечно же выпускать мы ничего не будем сделать это через день или на следующий день после него посмотрим как будет хочу сразу сказать что 2022 год у меня большой план мы будем его реализовывать с вами по пунктам расписано уже все новом прогнозе на 2022 год для инвесторов ссылку сообщества на нашем сайте есть ссылка на большой прогноз там же соответственно клуб и портфель и все-все-все но реализовывать с вами на канале мы будем это маленькими частями в группе для спекулянтов я даю ежи утренние прогнозы свои 8500 по всем 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 акциям и также четко мы с вами будем это дальше делать каждое утро тем более что в латине сейчас будет нарастать до спекулянтов это рай на земле как я уже говорил 22 год я активно спекулировать не буду и перехожу даже от интенсивного или скажем так активного инвестирования которым я занимался на протяжении последних трех лет двух с половиной если быть точным к пассивному вести для начала давайте начнем оговорим что же такое пассивное инвестирование активности и вот тут вот для примера я вам приведу несколько инструментов в частности допустим для пассивного инвестора и вы наверное часто встречали или можете видели людей которые говорят покупая тех никого не слушай это самый замечательный инструмент он будет все время расти и даже если будет просадка потом ты будешь получать дивиденды бла-бла-бла это пассивный инвестор активный инвестор это человек который упает отдельных эмитентов и сам фактически составляет такой идей и получает прибыльность в частности если разобраться о том что такое пассивный инвестор и сравнить пассивного инвестора с активным это прибыль то есть активный инвестор может зарабатывать в десятки раз больше пассивного инвестора поскольку пассивный покупая такой фон допустим да он покупает некую среднюю температуру по больнице что касается инвесторов активных они выбирают эмитентов которые сильно отстают от рынка допустим или недооценены или по которым у них есть инсайд так например в 2021 году и 2020 году мы покупали отдельных эмитентов результат мы обогнали рынок санки 500 примерно на 50-70 процентов роста от начала года к концу года и мы заработали в общей сложности за полтора года 75 процентов чистыми прибыли в долларом ни один индексный фонд себя так не ведет то есть если вы не вкладывали в эти полтора два года деньги конкретных эмитентов вы столько не зарабатывали конечно если сравнивать с минимумами допустим вы купили по 2 500 просто и теев и прокатились наверх до нынешних изучений да разумеется ровно такую такую же прибыльность вы получили но в том то и дело что пассивный инвестор не гонится за ценой и покупает все время равными долями в результате получается что он столько никогда не заработал активный место это несколько и на теперь если мы с вами уже разобрались этими понятиями определились общей стратегии допустим на 2022 год то я перехожу к инвестированию пассивному почему потому что в моем активном портфеле и так уже есть достаточно большое количество акций я считаю для нынешнего ну что называется периода и на сегодняшний момент я делать дополнительные движения не буду а буду наоборот закрывать свои активные акции после последнего витка роста о котором сегодня вас предупреждал утреннем разборе и соответственно закрывая эти позиции я буду искать вход для пассивных пассивного инвестируем то есть на сегодняшний момент у меня есть план годовой вы видели уже инструменты определены есть даже отрасли на которые мы делаем ставку я скажу открытом доступе пожалуйста это отрасли зеленой энергетики и металлы и это и бил фарм биофарма в последнем цикле она достаточно быстро разворачивается и много много чего еще то есть таких отраслей я выбрал как минимум пять внутри основные я еще один назову это допустим ставку делаем на новые технологии и будем делать упор на последние нововведения скажем так господин цукерберга и так далее то есть вот что с этим связано если сказать по простому делаем ставку на то что будет расти реальный сектор в следующем в этом году и соответственно новые технологии после соответственно мощного спада о котором я вас предупредил в годовом прогнозе в открытом в том числе откройте поза поза прошлый ролик по моему и посмотрите обо всем достаточно доходчиво объясняем теперь если мы с вами разобрались с нашими зайчиками давайте перейдем к тому чтобы пробежаться быстро по рубрикам первая же рубрика у нас с вами это рубрика крипто вот при грипп то сегодня мы с вами разберем одну из наверно сам перспективнейших валют которые мне кажется даст о себе еще знать вложил я в нее там что-то долларов наверное 200 вы знаете что я небольшой любитель криптовалют не рискуя никогда большими деньгами в таких экспериментах для того чтобы отслеживать пожалуй только я это и делаю так вот в данной криптовалюте на мой взгляд потенциал роста в три раза вполне себе реализуем где-нибудь уровень в 60 можно оценивать как уровень забора прибыли будет ли она развиваться еще выше этого я сказать конечно же не могу могу сказать только что уровень просадки которых чем двадцать первого года произошел вполне себе тянет на финальную скажем так заход при этом общий прогноз по индексу доллара вы знаете сильно выше и юноинды ростом индекса доллара и визуну падение интересы к таким вещам типа криптовалют поэтому будьте пожалуйста здесь осторожны если уж вы входите в эту на мой взгляд фундаментально обоснованную криптовалюту то пожалуйста помните о рисках покупайте теми частями которые мы готовы рисковать в своем портфеле ну и соблюдайте в целом свой риск менеджмент без усердств авиапром будем на наш сегодня утюжить российский перевозчик аэрофлот обратите внимание на дату моего прогноза такие прогнозы закрыты доступны для всех перемен овцев причем весь архив в группе для спекулянтов выкладываем так вот этому прогнозу с ноября двадцатого года мы не сдвинулись с мертвой точки фактически весь этот сектор конечно по всему миру находится но наш в особенности под давлением и вот прогноз мой был уровнем 41 на сегодняшний момент мы находимся в той точке когда мы как никогда наверное близки к завершению исполнения этого прогноза почему бы я не рекомендовал входить в компании российские компании авиапрома почему потому что я считаю что вследствие и возможно санкции которые будут введены и в случае если и когда российские перелеты будут сильно ограничены компания получит достаточно ощутимо на просадку более того хочу сказать что страдают и и внутренние перелеты на сегодняшний момент рост нефти не рост стоимости нефти также не говорит в пользу этой компании поэтому на сегодняшний момент все что мы видим плюс политика государства акцизы и бла-бла-бла-бла помогали они помогали в результате как вы видите толку никакого здесь совершенно не поэтому прогноз остается в силе не влезая убьет минус 30 процентов этой компании мы еще скорее всего как минимум увидим вот ну и дальше будем уже принимать в принципе решения стоит ли заострять свое внимание на этой компании где ее дно то есть по хорошему в этот сектор во всяком случае российский я пока деньги не вкладываю что скажем так нельзя сказать об американских некоторых авиакомпаниях и европейских то есть там фундаментал чуть лучше и понимание того как может функционировать отрасль в случае отмены локдауна это мой прогноз 2022 году и закончится коронавися там уже будет более интересно еще раз говорю по российскому по российским перевозчикам у меня такого нету поэтому на сегодняшний момент добавляем эту компанию у тех акций которые я бы не советовал своему другу и жене покупки потому что если бы я был инвестором я бы наверно получил хорошую просадку ими в этой акции до того момента пока она развернется и начнет вообще носить какую-то прибыль так что на этом мы сегодня закончим по ней и переходим к следующей рубрике и пенсионный фонд от николая сегодня мы будем рассматривать акция в к система перед вами прогноз прогноз достаточно давний мы предсказывали выход ее уровню 38 и что собственно и исполнилось и дальнейший полет вниз вот но данную акцию я считаю что долгосрочный портфель несмотря на прогноз на 5 рублей там 10 рублей добавлять можно и нужно поскольку бизнес достаточно устойчивые банкротства не грозит и сегодня мы грамм как нашего пенсионного фонда что ли на 3000 добросовестные добавим находится цена на своих средневзвеженых каких-то долгосрочных уровня 2008 года вот и думаю такая покупка будет вполне разумно поскольку у нас уже с вами есть и энергетическая отрасль мы покупали допустим с вами россети а вот технологических вещей у нас никаких нет напомню что эта компания там владеет озоном мтс и так далее то есть это будет неплохая диверсифицированная позиция в нашем портфеле добавляю и опять-таки на ту же самую сумму 3000 без фанатизма и думаю что оставлю на долгое-долгое время опять-таки дивиденды именно то что нас интересует к пенсии глядишь и исходим следующие наши с вами рубри так вот 4 числа вы будете смотреть это 4 числа состоится заседание опеку на котором скорее всего поднимут еще на 400 тысяч баррелей нефть добычу и это свою очередь как раз таки скажется на очередном витке коррекции нефти в нашем следующей рубрике прогнозы нашего по рынку я разберу как это может быть скорее всего отыграно подписчики патреона уже сегодня нас контакт уже в понедельник отыгрывают эту наш прогноз так вот сейчас получается что мы ожидаем легкого снижения нефти на фоне вот этой новости следующий следующая новость которую я хотел бы для вас донести просто я прочитал в одном сеграм-канал уже не помню название что в сингапуре на 22 год уже феврале будут закладывать повышение налогов что это такое это глобальное ужесточение налогов которым я предупреждал еще в прошлом году она пройдет и в сша обязательно в любом случае в россии и во всем мире таким образом государства будут бороться с вот это вот с одной стороны с ликвидностью излишне напечатаны с другой стороны с своими будущими тратами будут разбираться то есть где-то нужно будет брать деньги для того чтобы вкладывать в экономические проекты типа байденовского сверх зеленого назовем так поэтому на сегодняшний день я считаю что у меня две этих новости они говорят нам о следующей тенденции мы будем видеть некое понижательное движение среднесрочным допустим на квартал порт полтора по каким-то ключевом комодитис и мы будем видеть ужесточение политики разным государством в области налогообложения делайте вывод это это и это скорее всего окажет давление на фондовый рынок во всяком случае какой-то среднесрочным или даже краткосрочный то какими имели категории мечта что полгода у нас есть запасе на определенные коррекционы боковой ну тем не менее коррекцион так вот на сегодняшний момент считаю что вот именно эти политические экономические политико-экономические новости будут давать достаточно серьезным ну подпитку что ли негативным ожиданием 2000 начале 2020 года мы в частности в январе переходим к следующей нашей рубрике в рамках рыночных прогнозов я хотел бы как раз вернуться к нефти и для новичков на канале для тех кто не понимает как я как я предсказываю скандарт движение цены по рынку или какими факторами руководствуясь я отвечу что я в основном смотрю на нефть для того чтобы понять в какой части цикла того чтобы понять в какой части мы ну назовем так роста или падения индексов в том числе например так вот вместо десятков разных прогнозов на тех которые я даю допустим на режим 3 не основе в патреоне вам я буду показывать всего лишь один который будет говорить обо всем вообще моих ожиданиях то есть я буду с вами делиться общим прогнозом и вот этот общий прогноз на сегодняшний момент он вот такой перед вами длинная скандарт белая линия это мои прогнозные оценки по нефти это прогноз скорее всего на эту ближайшую и возможно даже еще и следующую неделю я его пока убирать не буду и охарактеризовать его можно коротким словом это некий понижательный боковик с целями где-нибудь в районе 60 на сегодняшний момент у меня нет ни одной причины считать чему данное движение не может состояться и тем более что он только что фундаментально обосновал почему это может произойти мы будем в любом случае отыгрывать такие вещи спекулянта во всяком случае наши через шарты с определенными уровнями которые мы заявляем и будем надеяться ровно на то что именно к середине или к концу наверно января 2022 года мы увидим окончание вот этого мини тренда нападение возможно цена будет еще пониже сейчас многие аналитики говорят что это уровень 70 78 это коридор в котором нефть останется достаточно долгий период времени у меня конечно нету оснований полагать что мы не можем повторять с вами вот такого вот движения да то есть поступательного плавного и находиться в этом боковике достаточно долго но тем не менее я свой прогноз озвучу это вот этот вот диапазон с нижней точкой в где-нибудь уровень там 60 65 вот сюда мы ждем нефть и соответственно делайте вывод мои ожидания по рынку допустим ртс или по снт 500 они соответствуют примерно заявленным уровнем еще раз говорю если вас интересуют подробные прогнозы идеи по акциям и так далее пожалуйста патриот всему голова есть еще телеграм-канал все это под нашими роликами в описании к роликам смотрите и утренние вот такой вот у меня ожидания по рынку скажем так в целом есть еще рынке на которые я бы закладываться сейчас наверное уже не стал это наше золото давайте мы с вами откроем этот график посмотрим что же с ним произошло с момента наших прошлых прогнозов выхарактеризовать такое движение я могу как мы в процессе еще плюс-минус от вот этих вот уровней 780 я входил длинные сделки сначала через опцион потом я заходил через фонды добывающих золото добывающих компаний фиксировал прибыль я на прошлой неделе о чем я выкладывал в нашем телеграм-канале наших в нашем патреоне а вот после того как это сильный скачок произошел мы просто предпочли зафиксироваться я считаю что конечно потенциал 1900 там 20 до 830 он все еще присутствует но тем не менее золото я бы дорогие друзья уже не полез поскольку это может быть достаточно коварный обманных вот и на первая цель которую мы увидим на этой коррекции допустим у которой я только что вам говорил о рынке в целом это уровень примерно 1700 поэтому на сегодняшний момент находиться в золоте уже не камерфу и я бы честно говоря крепко задумался над тем тем людям которые пытаются спекулировать сейчас на таких инструментах задумайтесь надо этим общим прогнозом том что комоды будут под каким-то давлением во всяком случае среднесрочным а раз это так то и соответственно золото ежесними вот когда мы с вами увидим поход ниже тысячи там 700 вот там мы с вами уже будем присматриваться к покупкам но я в этом буду в режиме онлайн обязательно сбрасывать и я надеюсь этот год мы с вами также как и в прошлом году в начале года зацепим хороший тренд заработаем свои 40 процентов счету и на этом завершим этот прогноз точнее это пожелание я адресую всем вам профит 40 процентов минимум счета в этом году со всеми на связи но и с началом торговых сессий все доллара пальчик пожалуйста вверх для продвижения